Вы все ждёте ремодель Синстоуна в обновлении Стэнс 2.0.20.0, не так ли? И именно поэтому в сегодняшнем ролике я предположу, какими будут изменения на карте Синстоун в обновлении Стэнс 2.0.20.0. Всем привет, с вами я, Затуб Геймер, приятного просмотра! Но перед началом ролика, небольшое отступление. Ребят, я хочу начать снимать компьютерные ПК-игры на своём канале, но у меня нету наушников и микрофона, чтобы это сделать. И поэтому я прошу вас, если вы можете меня поддержать рублём, то ссылка на донат в описании, задонайте мне, я смогу купить себе наушники и микрофон, и начать снимать для вас ПК-игры на своём канале. Ссылка в описании, но я больше не буду болтать, всем вам желаю приятного просмотра, я начинаю. Поехали! Синстоун. Самая древняя карта в Стэнс 2.2. Самая первая карта в Стэнс 2.2. И за всю свою историю она ни разу не обновлялась. В связи с тем, что огромная часть комьюнити ждёт ремодель этой карты в обновлении Стэнс 2.0.20.0, и в сегодняшней ролике я предположу, какими будут изменения на этой карте, какие новые проходы добавят и так далее и тому подобное. Это всё в сегодняшней видеоролике. Поэтому давайте же без лишних слов переместимся на карту Синстоун, и уже на месте я уже буду предполагать, какие будут изменения. Перемещаемся на Синстоун. Хочу обратить ваше внимание на то, что всё сказано далее в ролике, лишь только мои догадки и предположения. Это никакая неофициальная информация, а лишь только мои догадки и предположения. Перемещаемся на Синстоун. Ну и вот мы уже находимся на карте Синстоун, и следующий змея я бы хотел, чтобы они внесли на карту. Мы видим вот здесь дверь, правильно, да? И мы посмотрим, куда она ведёт. Она ведёт в неведомые куда-то дебри. И я бы хотел, чтобы они добавили дополнительный проход. Вы видите, прям там по контуру карты, чтобы был проход, и как раз, чтобы он шёл, шёл, шёл вот так вот. И выходил, соответственно, вот сюда на дерево, на вот это дерево, на, как хотелось бы сказать, чайной плантации. Но всё-таки вот это вот дерево, чтобы вот сюда, через эту дверь, можно было выйти. Далее, возвращаемся на Спавн. Я бы хотел, чтобы вот эту вот дверку также убрали, и чтобы вот в этом мини-домике можно было засесть. Это как раз таки крысательная, крысательная позиция для крысинга, как раз таки, возможно, она бы подходила. Следующий момент, вот эту дверку, в её также можно сделать проход, проход, и чтобы, к примеру, допустим, можно было подняться вот сюда. Почему бы и нет, почему бы и нет, сюда, чтобы можно было подняться, и снайперская, как раз таки, позиция, как раз таки, чтобы обозревать плент оттуда сверху. К сожалению, я не могу подняться настолько высоко, чтобы вам показать, как это примерно выглядело, но, в принципе, это было бы классно. Далее, что, с вот этим домиком что можно сделать? Вот эту верхнюю дверку также можно открыть, чтобы снайпер мог также проглядывать как в сторону плента, так и отсюда мог контролировать вот эти два прохода. Почему бы и нет? Далее, 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 вот с этими воротами возможно ничего тут и не сделать. Самое интересное, вот здесь уже находится на планету Б На планету Б можно здесь, вот здесь реализовать лестницу Реализовать лестницу так, чтобы можно было подняться вон в ту дверь То есть вот там вот войти, вот так вот где-то вот тут лестница Так вот подняться и выйти через вот этот проход Снайпер мог бы контролировать как раз таки вот этот проход Ну и далее, вот здесь то же самое, через вот эту дверцу Можно было бы сделать так, чтобы поднимался челик И вот отсюда как раз таки контролировал план Б И контролировал вот этот проход Отсюда, если бы с КТ-спанок это шёл Это была бы реально хорошая позиция Вот здесь сверху Сделать так же Чтобы войти в эту зелёную дверь И подняться, здесь тоже самая снайперская позиция Не, ну мне кажется, это неправильно Конкретно эту позицию Потому что так можно будет тупо прям вот отсюда Считайте, палить в планета Ладно, нет, сейчас я неправильно рассудил Вот с этими воротами С этими воротами я думаю Ну, так же снайперская позиция Не, 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 тут уже так не то, не то получается Давайте сейчас ещё посмотрим, какие у нас есть тут интересные позиции Вот сюда тоже можно сделать Чтобы отсюда можно было выйти И снайпер мог контролировать, если кто-то идёт вон оттуда То есть не только снизу, но и сверху То есть прям реально очень много снайперских позиций Можно добавить Связаны вот эти, конечно То есть разработчики, похоже, разработчики планировали это Но всё-таки не внесли изменения Через вот эту дверь можно тоже войти И выньте вот туда, почему бы и нет Как раз таки, и чтобы контролировать Удобно Мид и, возможно, проходку на плент B То же самое Разработчики это планировали, но, похоже, не внесли Далее, что здесь ещё можно сделать удобненько Ну, вот это место по-любому нужно как-то ремодельнуть Потому что тут я не знаю, что за фигня вообще Что это такое Так, 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 что бы ещё Что бы ещё можно было бы внести сюда Вот этот, конечно же, главный проход на миду Как раз таки, чтобы он вёл Опять же, к плантации с деревом То есть напрямик вот сюда можно было пройти И выйти на плантацию с деревом В принципе, это тоже как раз таки Улучшило манёвренность И вот эту стеночку её нужно убрать То есть, возможно, когда бы с самого начала бельде Я не помню, была эта стенка или нет Но, чтобы здесь можно было пройти без подсада А напрямик, это тоже достаточно хорошая была бы фишечкой Вот эти дверки можно было бы сделать так Чтобы они открывались Чтобы они открывались И, например, можно было пройти через вот это стекло Это же стекло, да? Нет, это не стекло Звук почему-то камня Вот что можно было пройти И выйти напрямую, например, вот сюда куда-нибудь Куда-нибудь, вот сюда И, ну, хотя, да, это немножко тупо К вот этим вот стеночкам Непонятно, непонятно, ладно Но ещё можно делать, знаете, как вот в концепте Сейчас, если я не забуду, я провожу сюда скриншотик Как, типа, здесь вот так вот обрезана Эта боковая боковинка, в общем-то Чтобы можно было вот так вот пройти Это, в принципе, тоже можно было бы реализовать этот концептик С вот этой дверкой, в принципе, тоже можно что-то сделать Но это бы слишком имбовая позиция Она бы слишком целиком палила плент B Поэтому вряд ли бы эти разработчики добавили Ну и, в принципе, ребят, наверное, это всё Наверное, эти все фишечки Эти все проходики я вам уже показал Через вот эту дверку тоже можно пройти Чтобы выйти вот сюда и, опять же, контролировать плент B Ну и сам плент, конечно же, нужно расширить, нужно расширить, нужно расширить также КТ и Т-спавны, в принципе, почему бы и нет, это обязательно тоже условие, если хотите сделать карту больше, потому что реально основное условие, основная проблема этой карты в том, что она очень узкая, здесь очень мало, маленький очень плент, вот реально, как люди, кто-то писал в комментариях, можно буквально вот два смока кинуть и всё, плент, считайте, будет перекрыт, поэтому, вот реально, пленты тоже нужно расширять, это, в принципе, я думаю, возможность сделать. Кстати говоря, вот эти окна, вот эти окна можно реализовать так, чтобы они были стеклянные и можно было опять же подняться и простреливать через них, почему бы и нет, с этими окнами тоже это можно реализовать Ну, похоже, все, похоже, ребята, реально, я уже все, что возможно, на этом планете предсказал, ребят, пишите комментарии, как вы думаете, чтобы еще, чтобы вы, какие вы бы внесли изменения на карту Sandstone в СТ-2, реально будет очень интересно прочитать Ну, а я думаю, уже буду закачивать видеоролик, давайте уже будем переходить к завершению Ну, а на этом моменте, я думаю, эту видеоролику можно подводить к концу, всего, что видеоролике я предположил, какими будут изменения на карте Sandstone в обновлении СТ-2 0.20-0, как ее ремодельно Ребят, пишите в комментариях, согласны ли вы с тем своим мнением, какими-то там проходами с новыми фишечками на карте, согласны ли вы с этим или же нет, пишите все в комментариях Не забывайте подписываться на канал с колокольчиком, вступать в телеграм-канал, а также, кто может, пожалуйста, поделиться меня рублем по ссылке в описании Тогда я смогу скорее накопить себе на наушники и на микрофон и начать снимать компьютерные игры на своем канале Ссылка в описании, ну, а на это все, с вами был я, The TopGamer, увидимся уже совсем скоро в новом видеоролике Не забывайте прожимать колокольчик на канале, чтобы не пропускать дальнейшие видеоролики и быть в курсе всех актуальных новостей С вами был я, The TopGamer, всем удачи и всем пока!